Людмиле Коскиной всего 15. Она студент Колобинского аграрного техникума по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Девушка учится на первом курсе. Любовь к профессии сформировалась в раннем детстве. Я большее время свое проводила с отцом. И когда отец ремонтировал, делал наши машины, трактора, все, я подумала, что это интересно, собирать всякие детали, чинить машины. И тогда я стала интересоваться этим больше и больше. Когда я закончила 9 класс, я сразу поступила на специальность техническое обслуживание автомобильного транспорта. Примерно еще с 6 лет я уже бегала, молоток там подавала, всякие гаечные ключи, не ключи, болтики уже бегала, подавала. А потом уже и стала совсем помогать полностью делать машины. Менять колеса там, снимать. Колесо поменять на машине ты можешь? Вот на данный момент, да, снять, поменять колесо могу. Людмила – единственная девушка в группе. Внимания со стороны однокурсников достаточно. Поэтому предстоящий Международный женский день отметит по-особенному. В группу человек нас 25. Я одна девочка, получается, 24 мальчика. Сложно? Нет, это совсем не сложно. Техник по техническому обслуживанию автомобилей и специальность все более востребованная, говорит преподаватель Виктор Надеян. Современный автотранспорт высокотехнологичный, и его ремонт и обслуживание требуют специальных знаний, а значит, профессионалов. Специальность имеет большой спрос. Ну и то, что приходят на эту специальность девчонки, это уже, в принципе, не новость. У нас уже обучались девчата. Людмила, хоть и имеет опыт работы в домашней мастерской, к практическим занятиям Сузи только приступает. Пока изучает новые агрегаты и узлы – это пока, ведь у нашей героини далеко идущие планы. Я планирую закончить, также начать работать в этой сфере, продолжить получить высшее образование и параллельно работать. Дальше, в дальнейшем, я планирую открыть свой автосервис и уже пытаться работать на себя и также продолжать все это чинить, делать. Все больше девушек выбирают, казалось бы, не женские специальности. И время показывает, что успех зависит не от гендерной принадлежности. Людмила Никонова, Лабмедиа.